l2hop.com анонсер горовых серверов, который поможет сделать тебе правильный выбор. Гибкие настройки и удобный поиск упростят твою задачу. Выбирай хорошие серверы. Ссылка, как всегда, в описании. Всем привет, дорогие друзья! Это снова с вами Вайт и Лемур. И это новое шоу, как оно называется, пока что я не знаю, как мы его обзовем, тоже не знаю. И суть этого шоу будет заключаться в том, чтобы мы убили Эпика, начнем мы сегодня, кстати, с Закина, как можно за меньшее время. Причем все это будет игровым путем, здесь не будет переточенных вещей, очень сильно переточенных. По крайней мере, для сегодняшнего теста мы решили выбрать Династия, двуручный молот, плюс пятнадцатый редкий. По-моему, лучшего варианта просто не найти, иначе у нас просто шанс крита очень-очень маленький. И также мы выбрали огромное количество персонажей для дебафов и бафов. Сегодня у нас их активных 10 штук, плюс сам тестер. Вряд ли, я думаю, кто-то будет так запариваться, но нам нужно поставить рекорд по быстрому убийству этого Эпика. В следующих выпусках я это не буду объяснять, но сейчас, я думаю, мы по ним пройдемся. Возможно, мы что-то упустили, и вы нам подскажете, что и как улучшит наш ДПС. Ну что ж, у нас есть шилка для стигмы, блока щита и бафа холли на Дестера. Есть некор, у которого просто вообще уйма дебафов на ПДФ. Это и дом, это и курсов Викна заточили на минус ПДФ. И вроде там еще были несколько дебафов, точно не помню, нужно у Лимора спрашивать. Далее у нас берс. Берс нужен для того, чтобы мы у него состелили силу крита. Да, гномка для того, чтобы она бафнула, гном ей бафы. Арба нам нужна для РТ, ШК нужен для Хекса и Тоша, и также бафа ауры. Даггерчик нам нужен для того, чтобы мы у него состелили силу крита, фокус дес. Кстати, для этого нам нужно, чтобы танк агрил Закина, и мы били Закина именно в спину. Надеюсь, у нас это получится. Также СБшка и Арбитр, собственно, для аппетита и для метки. Вроде ничего не забыл, вроде все сказал. Лимор, как ты веришь в то, что мы очень быстро убьем Закина? Ты со мной не поздоровался. Ну, конечно, сможем. У нас есть все, чтобы убить Закина за минимальное время. Но я думаю, что туда не стоит тянуть. Это все-таки не топ ДПС, где полноценный интересный выпуск. У нас здесь главное добиться цели. Надеюсь, что получится. Так что бафы на меня холли. Оно с меня спадает. И давай вызвать Закина. Так, ну что, мы призвали Закина. Я держу его на танке. Лимор, я думаю, что можно уже начинать его бафать. И вот здесь небольшая проблема все-таки возникает. Во-первых, не нужно будет все время держать его в агре. Агр снижает ПДФ. А во-вторых, нужно, чтобы все остальные дебафы прошли. А это реально очень сильно комаройно. Но надеюсь, что у нас получится. Так, ну что, все дебафы прошли. Юзы лимиты. Бафы мы уже состилили. Переходим в трансформу. Это тоже очень и очень важно. И главное не забыть после всего этого дать еще и агр. Так, выходим с трансформы. Нажимаю атаку, кидаю агр. И Закин у нас умирает за очень долго, потому что он повернулся на меня. Вот такой у нас первый тестик. Я думаю, что можно его перетестить получше. К сожалению, Лимор не успел насключить таймер. Но я решил, что все-таки, наверное, самым правильным образом будет включать таймер уже на моменте монтажа. Чтобы знать точное время убийства. Но и думаю, что нужно этот тест будет повторить. Потому что что-то мне подсказывает, что можно его заформить гораздо быстрее. Потому что мы его били не всегда, к сожалению, в спину. Ну а максимальный крит был приблизительно возле 1 миллиона. Миллион двести. Но я думаю, что мы сделаем этот крит гораздо больше. С учетом того, что мы не били Закина заранее. Хотя Шика должен его был бить, чтобы выбить спайт. Так что давайте попытка номер два. После множества попыток мы пришли к выводу, что вначале все-таки лучше полностью бафаться самому. А потом уже кидать дебафы. Иначе мы не успеваем убивать Закина до того момента. Пока что какие-то дебафы не спадут. Так что стелим бафы и бафимся. Надеюсь, в этот раз получится лучше. Попыток было очень много. Так, ну что. Мы полностью вроде как дебафнулись. И можно уже начинать. А, Грус... Оп. Что я? Это уже другое дело. Я знаю то, что я что-то не успел. Я не успел Агар. То есть, когда первый удар был 2 миллиона 400. А второй удар под Агаром был 3 миллиона 400 тысяч. Это жесть. Вот сейчас я считаю то, что мы успешно это проверили. И Лимур, за сколько секунд мы его били Закина? Секунды за одну. Я думаю то, что тут будет измеряться все в миллисекундах. И это было очень сложно. Я вот могу показать свою загруженность системы. Она даже подлагивает. И процессор забит на 65%. С учетом того, что фон пришлось отключить. Потому что если фон активный, то процессор даже не выдерживает. Оператива занята 10 кигов. И это с учетом того, что больше на геометре ничего не запущено. Только окна и только ОБС. Мы после всех этих тестов провели еще один тест. И у нас Закину удалось убить всего лишь за 2 удара. И криты были по 4,5 миллиона. Но это так небольшая ремарочка. Вот такие вышли результаты. Я думал то, что это будет гораздо проще реализовать. Но это оказалось немножко сложнее. Причем даже не немножко на порядок сложнее. Очень тяжело следить за всеми бафами. Очень тяжело следить за всеми дебафами. Особенно, когда их так много. Но Закина можно убить меньше, чем за 1 секунду. Получится ли это провернуть с другими эпиками? Это мы узнаем уже в следующих выпусках. И если вам понравился такой формат, обязательно ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях свои предложения. Потому что это пилотный выпуск. И он максимально сырой. Потому что, я думаю, очень много моментов мы упустили. Но все-таки более-менее результата мы смогли достичь. Лемур, как думаешь, это будет интересное шоу для наших зрителей? Конечно, интересно. Есть популярный ролик на ютубе, когда театр убивает за 10 секунд. Я думаю, мы побьем этот результат. Я думаю, что мы побьем его многократно. Ну а на этом будем заканчивать. Еще раз напомню, что вы можете предлагать название для этих выпусков. Потому что названия рабочих пока что нет. Ну а мы с вами увидимся уже через неделю. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok